Привет всем! Значит сегодня мы продолжаем устанавливать сайдинг покажем как мы это делаем сейчас выскочит видос как мы начинали вчера чего мы начинали вот последней все покажем готовимся к установке сайдинга решили обшивать сайдингом уже заказали он уже приехал он лежит в первую очередь будем устанавливать сетку от грызунов вот с такой вот мелкой ячейкой и она у нас пойдет вот так вот по низу по всему периметру снахлёстом ну вот сетка все установлен бил я на обычный степлер подгибал здесь вниз пробивал ну чтобы вот не было никаких щелей где там что-то сетка начинает выгибаться там почаще просто забил отойдут солнце на углах вот так вот ну то есть перехлёст сюда и сюда здесь вниз тоже вот так вот прошел прошли вокруг всего здания то что здесь это фигня болтается ну вот в принципе углы все вот так вот выглядит никто пробраться сюда не должен начали мы установку уже сайдинга начали с углов поставили вот один угол но там потом еще кусочек будет добавляться наверх и на ту сторону начали вот с этой первый раз работаем с сайдингом это будет тестовый полигон здесь в принципе снизу ничего нету никаких окон ничего до туда еще надо дойти поэтому здесь мы можем играться как хотим поставили угол то есть правила основные загоняем шурупы в середину пазов вот этих разрезов и сайдинг должен двигаться то есть мы их там сильно не поджимаем он должен двигаться ну с небольшим натяжением но он двигается потому что при расширении сужение там когда температура изменения он все время будет гулять поэтому так вот надо устанавливать вот и сейчас у нас значит стартовые планки стартовые планки пойдут вот так мы сюда их заведем и они но тоже не должны доходить до самого края иначе будет упираться и будет это волновой эффект их будет там выгибать по всякому но нам со стартовой планки здесь у негде крепить у нас 50 к брусочек а было бы круто если было бы 60 к или 70 к именно углах потому что нам негде крепить как бы шаг должен быть где-то сантиметров 35-40 и когда ты шурупишь да то здесь видно что у нас тоже не хватает короче нам как-то надо закрепить именно вот эту вот часть поэтому сейчас вот тут у нас же идут доски там то есть вот обвязка идет да потом лобовая доска в которой половые лаги то есть вот сейчас мы к этой сейчас мы сюда вставим еще один брусок и пришурупим туда к этой вот лобовой доске и тогда мы сможем уже нормально в это место вот в это в серединке которые закрепить стартовую планку туда именно крепить не надо к углу потому что иначе не будет он гулять вот так вот и короче мы так сделаем на всех углах но это как ты наш косячок так что имейте ввиду когда будет сделать то есть можно пошире ставить именно на углы брусочки это так вот так вот мы вставили брусочек и пришурупили все и теперь мы к нему сможем прикрепить вот стартовую планку и с этой стороны тоже самое вот так тянули нитку мы будем смотреть вверх стартовой планки по этой нитке и она должна быть чуть чуть выше стартовая планка чем собственно будет сам сайнинг сайнинг у нас будет заподлицу с углом и так тут как есть короче чуть ниже вот так чуть выше Выше-выше-выше-выше-выше. Во! Давай. Перевинку. Начинаем установку панелей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вот такой вот промежуточный результат вот так получается собственно самые главные правила это оставлять зазор с каждой стороны вот в холодное время надо оставлять где-то до 10 миллиметров если совсем холодно какой-то мороз тогда полтора миллиметра зазор с каждой стороны летом там что-то до 6 специальная таблица еще одна я потом скину покажу где-то здесь всплывет короче зазоры надо оставлять везде вот где у нас соединение идут тоже оставляем где-то ну миллиметров 5-6 ну и с этой стороны и все а так принципе никаких проблем еще значит шурупе тоже надо мне до конца он должна ходить свободно чтобы у него был ход то что могли вот ее подвигать как бы все все кажется таким хипленьким но в итоге будет все нормально конечно это не дерево да кстати чтобы не было таких вот швов не соединительные планки что не тоже монтируется и в них заводится вот как угловые заводится сам этот сайдинг но соединительные швы вообще никаких проблем от них и они не наблюдаю не вижу не особо они заметны и в принципе из так прям не обращать на это внимание нормально но дошли мы до одного момента здесь окно короче здесь надо обрамлять сначала окно еще подоконник не стоит поэтому мы займемся этим вопросом сегодня еще пару моментиков значит ну зазоры это вы уже все поняли да то здесь тоже как бы свободный ход есть и закручиваю шурупы все элементы должны шевелиться что-то фигня но не шевелить с натяжкой но должны ходить вот и и и и когда ставить подвели вот она так ставится вот он замок есть снизу да и она как бы туда на щелкнуть вот как защелкнулась ее не надо натягивать там как-то наверх тянуть чтобы прикрутить вот как вот она есть просто приставил шуруп и закрутил в середину паза вот так и на мне нравится мне нравится прикольненько прикольненько а и и Субтитры сделал DimaTorzok